Приветствую вас, друзья, на своем канале. Буду рада, если вы будете писать какие-то комментарии, свое мнение по этому поводу. Меня бы больше устроило мнение не по поводу моего прогноза, а по поводу ситуации, чтобы я могла видеть ваше мнение, как вы видите ситуацию. Ну и, конечно же, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Лайки обязательны, потому что они дают возможность и желание делать что-то для вас. Итак, Беларусь. Прогнозы по Беларуси делаются крайне редко, их нигде не найдешь, поэтому я немножечко буду обращаться и к Матрице Беларуси. Самое главное, что вы должны не то, что мне верить, а адекватно воспринимать эту информацию, потому что Беларусь разделилась на националистов и на людей мира как бы. Итак, самое главное, что я хочу сказать, так это то, что Александр Григорьевич Лукашенко действительно по Матрице судьбы нашей страны Беларуси должен был быть несколько раз президентом. Были ли какие-то фальсификации? Конечно же, они были, но это предначертано судьбой. Ну вот сейчас уже будет вам что обсуждать. Что касается самой Беларуси, то по Матрице это добрая, мирная, гостеприимная страна, но очень сильно зависит от окружающих и присутствует распыленность. То есть мы видим даже, как наши чиновники, они и за это хватаются, и за это. Есть даже такая шутка, да, взялся за яйца, молоко убежало. И вот это всё, что как бы я назвала, оно всё вместе вкупик даёт опасность падения, опасность падения страны. Я позже потом коснусь по годам, то есть какие-то периоды назову такого самого опасного падения экономики страны и вообще жизнедеятельности даже страны. Ну а пока немножко ещё чуть-чуть матрицы. Ну и также в матрице идёт указание, что даже на иссушенную землю, имеется в виду земля Беларуси, если упадёт зёрнышко и капля воды, то это всё начнёт колоситься. То есть появляется буйная растительность. Исходя из данных матрицы судьбы Беларуси, мы видим, что сельским хозяйством и вообще полями вот засеивать надо, надо, надо. Может быть, даже повернуться в сторону простого населения и дать возможность своим людям что-то выращивать и не из-за границы завозить, а именно реализовывать своё. Что ещё хочу сказать? Очень-очень важное, очень важное для беларусов. Друзья мои, земляки мои, низость и грязь почти не властны над Беларусью, ибо наша душа широка, эмоции сбалансированы, и мы ненавидим мелочность. То есть мы не мелочны, а это говорит о том, что мы добры, что у нас безмерное чувство доброты вообще ко всем, ко всему миру. Друзья мои, предвижу ваш немой вопрос. Так почему же у нас так всё плохо? Вроде у нас всё есть, всего хватает, а к населению, к своему народу, власти относятся, скажем так, не совсем хорошо. То есть не заботятся о своём народе. Они-то заботятся, но они заботятся, знаете, периодически поговорили, где-то что-то помогли, что-то где-то поправили и опять ушли в сторону. И с точки зрения астрологии это происходит потому, что во время регистрации независимого государства, как Беларусь, в 91-м году, в гороскопе не задействованы были, вернее, не все были задействованы дома гороскопов. Их 12. Это личность, это деньги, это обучение, мышление, корни дом, семья, потом у нас идут дети, да, потом у нас идёт здоровье, потом у нас идёт партнёрство, это партнёры по браку, партнёры по бизнесу, потом у нас идут катастрофы, включая смерть, ну и так далее. Так вот, я не буду их уже все перечислять, их 12 домов гороскопа. Почему не задействованы все? Потому что так, к сожалению, легли звёзды. Ну, такое было время. У России, кстати, вот всё хорошо, потому что мы идём всё время по стопам России. Если бы мы зарегистрировались в тот же день, как и Россия, то было бы, кстати, очень даже неплохо. Было бы неплохо, у нас совсем по-другому сложилась бы судьба. Но, друзья мои, а выдержала бы Беларусь тот накал ненависти, агрессии, который испытывает Россия? Я думаю, что нам было бы очень сложно. Это наша дата рождения, и мы должны благодарить Вселенную за то, что мы не попали вот в эти жерновак, в которые попала Россия. Мы соседи, и то, видите, как или насколько нам сложно даже находиться рядом. Итак, с точки зрения астролога у нас задействован шестой дом гороскопа. Это здоровье, это служение. У нас, кстати, очень хорошо развита медицина. У нас это очень хорошо работает. Но единственное что, что это всё работает на карьеру. На карьеру. И зарабатываются деньги, которые и уходят дальше. Они каким-то образом вкладываются в эту карьеру. То есть, вы понимаете, всё время идёт вложение. Нет отдачи. Также задействован восьмой дом гороскопа. Это экстремальные ситуации, это судебные какие-то тяжбы, это недвижимость, это смерть, если хотите. Это штрафы даже. Почему у нас, кстати, очень часто и возникают вот такие не совсем или же не лицеприятные ситуации с государством? Потому что наше государство, простите, пожалуйста, чиновники, всё время пытается заработать на штрафах. И это очень хорошо прослеживается в натальной карте Белоруссии. Ну, не видят наши чиновники, они даже понятия не имеют. Как только они садятся в этот пост руководителя, они сразу начинают с каких-то драконовских законов, которые приводят к смерти. Я вот просто с полной ответственностью могу заявить, что декрет номер три. Я не знаю, кто его создавал, кто его положил президенту на стол. Сам-то он до этого не додумался. Кто-то ж умный. Явился кармическим исполнителем людей, которые покончили жизнь самоубийством. Вы представляете, какой грех взяли вот эти люди? Страна взяла. И ещё задействован этот девятый дом. Это философия, это религия, это мировоззрение. Так вот, я хочу, кстати, сказать, что это всё настолько, вот просто скажу, настолько это опошлено и не воспринимается так, как должно быть. То есть, кстати, даже на высшем уровне, это всё ширма, это всё видимость. И это бьёт рикошетом по здоровью. Слушайтесь, пожалуйста. Вы можете не верить в существование Бога. Вы можете не верить в существование, там, ангела-хранителя и судьбы, кармы, матрицы. Но то, что есть некая сила, которая блюдёт, то есть, которая контролирует наши поступки, поступки страны. Задействован десятый дом в натальной карте Беларуси. Это карьера. В этом доме карьеры, в десятом доме Беларуси, собрано или же присутствовало очень много планет в момент регистрации страны. И так уж случилось, так уж распорядилась вселенная, что вся деятельность страны направлена на внешний рынок. То есть, все силы, все таланты, весь профессионализм брошен на карьерное продвижение на внешнем рынке. Вот основная причина, почему внутренний рынок труда у нас разбалансирован. Этим надо заниматься. У нас внутренним рынком правительство не занимается. Все силы, все деньги, которые зарабатываются, они уходят на внешний рынок. Хочу отметить, что это даже неплохо, потому что такое положение планет во время регистрации, оно дает развитие страны при условии соблюдения баланса внутри страны. То есть, все, что зарабатывается, должно равномерно распределяться по незадействованным домам гороскопа. Такая же беда, кстати, происходит и в России. Все силы, все деньги вкладываются во внешний рынок. Внутри страны люди голодают, люди нищенствуют. Более того, поднимаются пенсии. Ну, в Беларуси не лучше. Но вот вам живой пример. Там более высокие объемы трат на внешний рынок, и они более заметны. В Беларуси это заметно не так сильно, но мы же видим, что не все в порядке, что везде кругом, как бы, вернее, что все отдается на внешний рынок, а КПД нет. Потому что эти деньги просто сгорают в атмосфере. Вот эта туманность, недопонимание, а что делать дальше, или нет четкого распределения средств внутри своей солнечной системы, то есть внутри Беларуси. Нет понимания, как это должно работать. Ну, и в натальной карте Беларуси задействован еще одиннадцатый дом гороскопа, который дает это отношение к социуму, отношение наше к социуму, отношение к нам. Прежде всего, это и на внешний рынок работает, и внутри рынка. Я хочу сказать, что этот дом гороскопа одиннадцатый, он дает подвижность, задиристый характер. Кстати, мы видим это, как бы, вот живые примеры. Ловкость, пронырливость некую, некие маклерские способности есть у нас. И, конечно же, есть вот, знаете, от чего не отнять, это страсть к театру и к зрелищам. Почему много у нас парадов, много у нас каких-то мероприятий, это есть в одиннадцатом доме гороскопа. Это все задействовано, это все прекрасно у нас работает, но есть один огромный жирный минус, я бы сказала, это даже засада. В этом доме находится черная луна лилит. Что это значит, я, наверное, все-таки скажу, это планета таких болезненных страстей, накопленных в прошлых жизнях. Когда лилит находится в одиннадцатом доме, она заставляет, она заставляет Беларусь, а мы, я делаю прогноз Беларуси, ну, следовательно, руководство страны. Все, что касается вопросов общественной деятельности, именно в этом доме находится луна лилит, так вот, идет искажение именно этих вопросов общественной деятельности, искажается представление о счастье и идеалах. Она провоцирует в людях из власти разрушительные какие-то мании, фобии, какие-то идеи разрушительные. Она дает понимание того, что все, что делается вот в данном ситуации, чиновники, ну, и наш президент, в частности, он принимает или воспринимает это, что это ведет к счастью во всем мире. Черная луна лилит, она будоражит вот эту социальную жизнь, обольщает Беларусь, ну, а Беларусь готова бросить все внутренние ресурсы на амбразуру признания обществом, какие-то новаторские идеи. И, кстати, вот почему у нас дворцы строятся, какие-то у нас чемпионаты проводятся. Сказать, что я не права, но я говорю то, что я вижу. Дети Беларуси, а дети – это народ, они все время находятся в стороне, так как им это не нравится, и они считают рубль, то есть они считают деньги, затраты. Ну, отсюда, конечно же, идет вот этот био-вампиризм, если кто-то не знает, подчитайте. Отзеркаливание плохого в сторону друзей, совершается некое воровство, и сажать могут кого-то другого, если где-то какие-то происходят траты. Стремление Беларуси стать любой ценой популярными, центром какого-то мероприятия, партии, там еще чего-то. Вот именно Беларусь все время старается занять лидерские позиции. Дело в том, что Лилит, она как бы высасывает вот эти вот деньги на вот эту общественность. Она купается в роскоши, ей хорошо, поэтому тут ничего не скажешь. Она дает много, она дает много шансов, но она и дает трудности самореализации в коллективе. То есть, на, ты хочешь, пожалуйста, вот тебе. Ну, если не принимают в группе, то человек всегда становится одиночкой. Оно так и получается, что Беларусь, видите, она как бы все время на двух стульях, и там, и там, и там, и нигде ее нет. Мечты все, которые, особенно вот социального такого плана, они трудновыполнимы, утопичны. А эти мечты, я вам скажу так, знаете, вот просто, я уверена, что они точно существуют. Это что-то типа создания машины времени, поиска какого-то временного портала, может быть. Вот что-то такое, знаете, трудноосязаемое, но очень хочется, потому что раз написано где-то, значит, оно должно быть. Ну, а черная луна лилит сидит, ручки потирает, и что делает? И говорит, ну вот, пожалуйста, ищите, ищите. Что она дает итогам? Это болезненные переживания, перемены, особенно в области финансов и недвижимости. Это какие-то ремонты, это какие-то переезды, это стрессы. Начинает Беларусь подозревать знакомых в каких-то грязных промыслах, хотя это отражение собственной нечистоплотности. Друзья, которые есть у Беларуси, это источники денежных каких-то неприятностей. Что касается социума, то с черной луной лилит на внешнем рынке все хорошо вроде, все как бы прекрасно, но какого-то такого движения, толчка, отдачи нет. А что касается социума, отношения социальная среда Беларусь-народ, то тут, простите меня, полная яма, потому что идет не то, что неравномерное использование средств, а деньги действительно тратятся не туда, куда надо. То есть они тратятся туда, куда укажет черная луна лилит. Что касается потерь, это потери по недвижимости, то это идет именно начиная с внешнего такого социального представительского понимания Беларуси на внешнем рынке и недвижимости. Лилит умеет очень красиво отнимать какую-то недвижимость, она умеет это, так это знаете, красиво отдавать. То есть одним словом лилит распоряжается недвижимостью внутри страны на внешний рынок. Но недвижимость это могут быть предприятия, это могут быть земли, и это могут быть еще какие-то, ну у нас ископаемых особых нет, но вот что-то такое еще, что нравится, например, зарубежным каким-то нашим якобы друзьям. Хочу предупредить правительство Беларуси, чиновников, что в ближайших пара лет будет скандал, будут судебные тяжбы в связи с какими-то документами, которые подписаны, скажем, исходя из дружеских соображений, значимости которых не придали. Ну и чтобы не быть голословной, скажу, что это может быть конфликт, связанный с Китаем. Скорее всего, у Китая есть некие документы, согласно которым Китай попытается отнять некие недра наши. Я думаю, что надо просто пересмотреть, потому что у Китая время еще более сложное будет, будут катастрофы, будут там чуть ли не цунами, и Китай будет захватывать земли. Так вот, есть некие документы, которым не придали значения или же где-то что-то упустили, и будут судебные тяжбы. Беларусь проиграет по всем статьям. Дай бог, чтобы я ошибалась. Что касается общего такого положения или же характеристики по стране, то страна очень миролюбивая, добрая, хозяйственная. Как я сказала, брось зерно и каплю воды, и все начнет не просто расти, а буйно цвести. Все это есть, попытки есть. Вроде все делается правильно, но есть, конечно же, некие нюансы, когда мы не понимаем, откуда утекает. Я думаю, что некоторые чиновники это посмотрят и не будут в обиде, и более того, примут некие меры, потому что это надо принять было уже несколько лет назад, а то и десятилетий.